Всем привет! Сегодня мы смотрим с вами на кухонный нож от компании TwoTown. И дело в том, что с этой компанией я оказывается знаком уже некоторое время. У меня есть муссад от компании TwoTown. Получается вот такой вот алмазный муссад и, соответственно, я им тоже пользуюсь. Нет-нет, он у меня, как видите, присутствует в моем обиходе. Так вот, TwoTown, оказывается, это у нас поварской, кухонный и в данном случае странное позиционирование, заявлено, что это шеф-нож. Ну, безусловно, я вот тут могу поспорить насчет того, что это у нас шеф-нож, но в остальном я бы сказал, что нож достаточно интересен. У нас здесь заявлена сталь VG10 Damascus. Все это вот в такой вот прикольной упаковочке сделано, то есть выглядит все очень даже достойно. И мы сразу видим здесь надписи на русском языке. И на самом деле здесь у нас тоже достаточно много информации на русском языке про материал рукояти, про G10, про сталь, VG10, которая здесь используется в качестве центрального слоя, и про 33 слоя стали, которые здесь применяются в качестве обкладок, вот таких вот красивых получается. И, соответственно, также здесь информация про сам бренд, когда у нас снова он в 92-м году, в 1992-м году, и все вот в таком духе. Это у нас все на русском языке, то есть понятно, что для кого, в общем-то, этот нож позиционируется, так скажем, да? Понятно, что делается он в Китае, это китайский бренд, в принципе, но нужно понимать, что он максимально копирует японские ножи, использует ту же самую VG10, соответственно, которая у меня, например, используется на японских ножах Яксель. И по внешнему виду, кстати говоря, весьма-весьма похоже. Даже тут вот есть по-своему интересные такие вставочки красные. Ну, мы видим, что это у меня шеф 20-сантиметровый от Якселя, и понятно, что здесь у нас несколько меньший клиночек. Давайте мы посмотрим Яксель размером, получается, 12 сантиметров. Ну, вот он уже, получается, сопоставим по размеру, и, в принципе, сопоставим по внешнему виду, в том числе по своей красоте. Скажем так, уже, по крайней мере, ну, тут разные серии. У меня в данном случае серия с вот этой вот отбитой молотком. Хаммер, как он там правильно называется? Ну, можно посмотреть вот такое что-то, это уже более компактное. Но, опять-таки, узор вот этот самый красивый под Дамаск и сталь абсолютно точно такая же, как, например, на Яксе. Ну, и у меня есть еще Сталжира серии Про, например, тоже. Такого же будет габарита, получается. Он у меня, он 12-сантиметровый. То есть мы вот можем увидеть. Ну, рукоять здесь, кстати говоря, подлиннее, и в этом смысле удобно, потому что вот тут мне рукояти в притирочку. Видите, да? Хватает в притирочку. То есть какими-то хватами другими располагаешься, уже мизинец болтается. Вот здесь же у нас все отлично. То есть разными хватами под любую величину ладони без проблем можно расположиться. Тут у нас тоже какая-то такая надпись. Вот. И, в общем-то, я бы сказал, что нож выглядит достойно. В плане его характеристик. VG10 получается заявленная твердостью 56-59 единиц по шкале Роквелла, по обуху 2,4 мм, по сведению 0,3-0,4 мм, по весу 117 грамм. 16 слоев стали, получается, видимо, с одной стороны, да? Нет, не 16 получается. Слушайте, у нас здесь же заявлено, получается, 33 слоя. Слушайте, а вот тут, кстати говоря, не скажу вам, потому что у меня заявлено 16 слоев, получается, стали. Но, опять-таки, плюс-минус, как бы, тут может быть на сторону, но если бы на сторону... А, ну да, на сторону, получается, 16 на одну сторону, 16 на другую сторону, получается, да, и центральный слой. Вот они и 33 слоя, получается. Да, всё верно. Вот, и получается заявленная заточка в 16-20 градусов, угол заточки. Заявлен, опять-таки, тут диапазон, видимо, плюс-минус примерно, но говорится о том, что угол достаточно острый. Спуски от обуха, спуски высокие, и, безусловно, это нож, который вполне себе обладает агрессивным резом. Ведь G10, опять-таки, сталь, идеально подходящая для кухонного ножа. Лучше просто даже, я думаю, что нецелесообразно. И привлекательная стоимость, между прочим. В садной глухой монтаж, hidden tank, больстер и навершие из нержавеющей стали, рукоять – это стеклотекстолит G10. Ну, и если мы захотим, можем почитать, например, что G10 – это марка композиционного материала, стеклотекстолита, состоящего из эпоксидных стмол, армированных стеклотканью, широко применяется для изготовления рукояти ножей с накладным монтажом. И преимущество термостойкости не… Что это? Не гигроскопичен. Вот, в общем-то, не впитывает запахи, хорошо противостоит нагрузкам, высокая плотность, диэлектрик и химическая стойкость на кухне. Ну, на самом деле, да, VG10 – это очень практичный материал, выглядит он здесь красиво, достойно. Я бы сказал, что нисколечки не уступает по своему внешнему виду, тому же самому якселю, который вот у меня какое-то время, соответственно, в эксплуатации. Даже, видите, здесь у нас получается… У меня серия вот здесь Zen более простая, и у него нет больстера, получается. А вот в серии Run, более, существенно, более дорогой, есть больстер на навершии. Вот, как бы, и он здесь у нас без каких-либо обозначений. Слушайте, надо его здесь почистить. Вот, ну, а, соответственно, здесь у нас даже с каким-то там логотипчиком используется. В общем и целом, что бы хотелось сказать по классификации. Это GYT, то есть нож, который фактически является полным аналогом европейского ножа Chef. Но на самом деле, ну, как бы по внешнему виду, да, по размеру все-таки это универсальный нож в данном конкретном случае. Хотя, опять-таки, у Тутаун есть разные ножи по размеру. Я бы сказал, что сейчас по соотношению цена-качество действительно выглядит этот бренд весьма, ну, привлекательно, как бы там ни было. То есть, получается, форма клинка пришла вообще такая в Японию вместе с европейской кухней. Вот, и, в общем-то, это считается вот так по такой форме нож, как бы как основной инструмент шеф-повара, то есть поварской нож по форме. Но, повторюсь, по размеру это все-таки универсальный нож, в принципе, которым многие часто пользуются. Таким именно размером ножа можно сделать практически любую задачу на кухне. Но, опять-таки, по моему мнению, нужно иметь несколько разных ножей. Нужно иметь как более крупный шеф-нож, так, соответственно, нужно иметь и универсальный нож, также нужно иметь и нож миниатюрный для каких-то, для чистки каких-то овощей и фруктов, там, нарезки, чего-то такого более миниатюрного. Вот такое вот можно посмотреть немножко сравнение, получается, и по габаритам, и по всем прочему. Но я бы сказал, что Тутаун меня приятно удивил тем, что материалы у него абсолютно премиальные, вот, и получается, что стоимость существенно более привлекательная, чем, опять-таки, уже у японцев. Ну, учитывая, что, в принципе, тот же самый, допустим, Яксель никогда не стоил столько, сколько сейчас стоит Тутаун, как бы, а сейчас Яксели сильно подорожали. Опять-таки, будут ли они вообще в дальнейшем, я не знаю. То есть, сложности с логистическими цепочками, вот эти все колебания, там, курса валют и так далее, все это не способствует тому, чтобы у нас сейчас прям активно, скажем так, появлялись, там, европейские, японские различные ножи и, по крайней мере, стоили доступно, да, как бы, из-за всех этих сложностей, как минимум с доставкой и так далее, то вот с, получается, таким Китаем, так скажем, да, очень даже хорошо. И сейчас вы все знаете, что Китай может сделать настолько достойно, чтобы полностью удовлетворить все запросы. Вот, как-то так. Ну, вот такие вот надписи. Made by Тутаун, все это есть. Ссылочки на официального дилера будут в описании к видеоролику. Можно перейти, посмотреть, что по стоимости, сложить свое впечатление. Большое спасибо всем, кто поддерживает своими лайками. Надеюсь, вам было интересно. Мне, по крайней мере, было интересно посмотреть, что из себя представляет такой Тутаун. И, в общем-то, впечатление о нем положительное. На самом деле, я бы сказал, что вот баланс, да, здесь соблюден. Он больше, ближе этот нож именно к японцам, не к европейской кухне. В плане впечатления, то есть, допустим, те же самые там европейские вюстхов, там и так далее, они немножечко другие. Они не такие резучие. Они, ну, они удобные, они хорошие. Но, скажем так, для прям вот ножемана, кухонные ножи пока самые лучшие. Все-таки это Япония. И вот сейчас вот такой вот Китай, который максимально повторяет Японию, и в материалах, и в качестве, и во всем, я вижу, что это хорошая альтернатива. Вот, как-то так. Большое спасибо. Всем огромной удачи. Всем счастливо. Всем пока.